Добрый день, дорогие зрители. Рада приветствовать вас на цикле передач, посвященных синдромам эмоционального выгорания. Меня зовут Елена Титова, я руководитель отдела проектов Высшей медицинской школы. Со мной, как всегда, бессменный мой соведущий, соавтор проекта «Стоп выгорание», психолог-консультант и преподаватель Высшей медицинской школы Антон Москвин. Сегодня мы разберем такую важную тему, как руководитель медицинской организации может защитить свой коллектив от выгорания. Здравствуйте, друзья. Елена, спасибо тебе большое. Да, тема на самом деле важна. Мы по большому счету, конечно же, продолжаем тему предыдущих эфиров. И сегодня будем больше уделять внимание тому, как все-таки руководитель может повлиять на процесс выгорания своих сотрудников. Причем, можно сказать, как подтолкнуть процесс выгорания мы тоже будем говорить. Но, конечно, этого делать не стоит. Скорее, наоборот, нужно помочь вашему коллективу защититься от этого. И вообще, зачем это нужно делать, тоже поговорим. И точно ли проблема заслуживает внимания руководителя. Ну, а я надеюсь, Лен, ты поможешь сделать наш эфир интересным, будешь задавать мне каверзные вопросы и своевременно меня перебивать. Я коротко хочу напомнить нашим зрителям, что синдром эмоционального выгорания – это официальное особое состояние, которое введено в Международный классификатор болезней, 11-я версия. Всемирная организация здравоохранения это сделала несколько лет назад. Это не считается пока диагнозом, в смысле клиническим состоянием, болезнью, заболеванием. Но это состояние, которое способствует ухудшению, скажем так, самочувствия, состояния людей. Синдром связан с тем, что мы на рабочем месте испытываем хронический стресс и почему-то, по каким-то причинам, неэффективно с ним справляемся. И он оставляет у нас определенные отпечатки. И в частности, основываясь на работах международного исследователя этого явления Кристины Маслыч, Всемирная организация здравоохранения выделяет три основных таких ярких признака синдрома эмоционального выгорания. Это эмоциональное истощение, то есть заниженный эмоциональный отклик на события в рабочем процессе, причем как на приятные события, так и на негативные. То есть некое отстранение от вообще всего, что происходит в своей профессии. Дальше это деперсонализация, за этим термином скрывается, скажем так, отстраненное взаимодействие с людьми на работе. Если простым языком говорить, это некое в худшем случае обесчеловечивание тех, с кем мы взаимодействуем. Ну, в случае с медицинской сферой, это в первую очередь, конечно, пациенты. И третий симптом, это редукция профессиональных достижений, это некое самоощущение бесполезности, ненужности собственного труда, сомнения в своем профессионализме, значимости своей работы. Ну и как следствие, меньшая вовлеченность в процесс труда, ну и меньшая вовлеченность за собой приводит и действительно меньшую продуктивность. И сходу в карьер, конечно, стоит напомнить, для тех, кто может первый раз смотреть наши эфиры и сказать, что медицина является зоной риска на развитие синдрома эмоционального выгорания, именно потому что в самом профессиональном содержании профессии медицинского сотрудника есть заведомо уже, ну вот они заложены, да, факторы дополнительного стресса. Это постоянное взаимодействие с болью, страданием других людей, с экстренными ситуациями, на которые не всегда медицинский специалист может повлиять, да, и не всегда исход ситуации критической зависит от медицинского сотрудника. Это эмоционально напряженное общение с пациентами. Понятно, что пациенты тоже испытывают боль и страдания, поэтому они могут и свои эмоциональные реакции не контролировать и выплескивать их, иногда и не заслуженно, конечно, на медицинских сотрудников. Ну а если говорить в целом, то факторы, которые подталкивают развитие синдрома эмоционального выгорания, это все факторы, которые формируют некий рабочий стресс. Вот, в частности, мы проговорили, что для медицины есть свои особенные профессиональные факторы, которые никуда, наверное, не денутся, пока существует медицина, и есть необходимость помогать пациентам. Но также есть еще и три таких категории. Понятно, что это несколько условное деление, но оно помогает нам сфокусироваться на мерах профилактики. То есть вот обращаясь к руководителю медицинских организаций, надеюсь, таких много, среди наших слушателей, зрителей, вот посмотрите, да, на проблему именно как руководителя. Уже у ваших сотрудников, у вашего коллектива есть фактор стресса, который никуда не денется, он всегда есть, это профессиональный вот этот стресс, связанный с характером работы. Но есть еще дополнительный, это, например, организационные источники стресса. Про что это? Это про то, что в процессе выполнения своих функций сотрудники сталкиваются с какими-то препонами, с какими-то препятствиями. Непрописанные рабочие инструкции, непонятно, что делать в конкретной ситуации, нехватка расходных материалов, какие-то проблемы с оборудованием, несбалансированный рабочий график, например. То есть все вот эти внутренние процессы, которые иногда у нас выстроены, ну чего греха таить-то, выстроены не идеально, есть много сбоев, мелких вот таких нисходящихся деталей, и все это в совокупности может создавать дополнительный, не связанным непосредственно с профессиональной деятельностью стресса. Также важная категория источников стресса – это межличностное взаимодействие. Понятно, тут есть и пациенты, с которыми медицинский сотрудник взаимодействует, и оттуда много на самом деле стресса идет, почему мы часто рекомендуем учиться коммуникации с пациентами, чтобы как раз себя в первую очередь защитить от лишнего стресса. Но также есть взаимодействие и с коллективом, с коллегами, и это тоже иногда источник дополнительного стресса, и взаимодействие с непосредственным руководителем и с руководителями выше. А здесь относятся к этому межличностные отношения, например, в семье, да? Что-то у тебя происходит в семье, это же тоже про это, или это уже про индивидуальные? Ну вот если строго говорить, то скорее это, конечно, про индивидуальные особенности, потому что Всемирная организация здравоохранения строго синдром эмоционального выгорания определяет, как именно состояние, связанное с работой, с профессиональной деятельностью. Но мы опять-таки понимаем, что психика человека, она там неразделима, там нету такого сослонки или барьера, что вот это на работе, а это дома. Мы, конечно, стараемся разделять эти вещи, но в нашем головном мозге все нейроны не переплетены, там нет этой четкой разделенности. Поэтому проблемы межличностные вне работы, конечно, могут сказываться и создавать дополнительный стресс на работе. Ну и вот действительно, Лена, правильно ты заметила, что есть еще один важный фактор, это индивидуальные особенности. Люди действительно разные, медицинские сотрудники разные, там есть разница чисто биологическая, да, у нас разная нервная система, она по-разному работает, по-разному настроена изначально, плюс есть разные факторы, влияющие на наше состояние эмоциональное и способность противодействовать стрессу. Ну элементарно мы можем устать, у нас могут быть заболевания какие-то, у нас может быть негативный личностный опыт, тянущийся с детства или вот там совсем недавний, который на нас влияет. У нас могут быть некоторые особенности поведения, привычки, манеры, взаимодействие с другими людьми, переживания разных ситуаций, которые создают, ну, конечно, такой субъективный фактор выгорания. Но, давайте вот сразу это отмечу, не нужно делать большой акцент, но с точки зрения руководителя медицинской организации, если вы хотите защитить свой коллектив от выгорания, не нужно сильно прям акцентироваться на индивидуальных особенностях сотрудников и факторах индивидуальных выгорания. Почему? Потому что это может нас завести в ловушку такой мысли, что, ну, это вот проблема конкретного сотрудника. Если он выгорел, то, ну, это вот что-то с ним не то, это ему нужно, там, не знаю, лечиться, идти к психологу, и вообще нас это не касается. И, наверное, если у вас только один сотрудник выгорел или близок к выгоранию, наверное, в этом есть даже какая-то справедливость. Ну, такая, если абстрагироваться от гуманистических устремлений, а чисто сфокусироваться рационально на управлении организацией или на управлении подразделением. Ну, если это один человек страдает, у него одна проблема, то, ну, да, наверное, это его какая-то история, его какая-то индивидуальная особенность. Но если таких много, то нет никакого смысла скатываться к этим индивидуальным особенностям. А вот здесь вопрос. Есть один человек, предполагаем, что он выгорел, да, вот есть несколько факторов, которые соединились, и я как руководитель говорю, вот выгорел Иван Иванович, что мне делать? А Иван Иванович токсично сидит, и это, вот мы же про медицинских работников говорим, да, это инфекция передается? То есть может ли он масштабировать свой вот этот негатив, может быть, да, в некоторой степени вот это свое состояние и на других людей? Это очень, мне кажется, хорошая метафора по поводу инфекции, передающихся в клинической среде. Да, тут тоже можно сказать, что вот это состояние выгорания может каким-то образом передаваться. Но есть такой термин, как эмоциональное заражение, его очень активно тоже исследуют. Люди не живут в вакууме, они так или иначе взаимодействуют с эмоциями других людей, окружающих их, тем более, если это коллега, то есть это достаточно долгое, частое взаимодействие. Ты от него зависишь, от его работы зависишь, и ты хочешь, не хочешь, но будешь сталкиваться с его состоянием, и невольно ты можешь на себе испытывать это воздействие. Тем самым, да, ну, скажем, нельзя, конечно, утверждать, что точно так будет, но есть вероятность, что и остальной коллектив будет получать дополнительный источник стресса из-за такого выгоревшего сотрудника, и тоже выгорать. Мы говорим здесь не про то, что один человек не заслуживает внимания, а говорим про то, что не нужно все списывать на индивидуальные особенности. Вот к чему. Ну, мол, говорить, ну, я уверен, что найдутся среди руководителей такие, которые скажут, ну, вот я же работаю там по 13-14 часов в сутки, у меня куча задач, и я уже вот не выгораю. И еще можно найти таких же сотрудников, которые тоже вот не выгорают. Ну, да, такое может быть. Ну, во-первых, сколько еще времени у вас будет до выгорания, вполне вероятно, что вы держитесь на ресурсе организма. То есть в стрессовой ситуации, конечно, наш организм сначала мобилизует силы, и выгорание наступает в тот момент, когда уже силы заканчиваются, а стресс никуда не исчезает. В общем, лучше смотреть на проблему комплексно, не через индивидуальные особенности, а именно искать проблемы системные в организационных факторах и межличностных факторах. И почему, зачем, да, другой вопрос, зачем это делать? Почему важно обратить внимание на синдром национального выгорания, уж тем более, если он массово распространяется? Уже, не знаю, там, наверное, десятилетия, начиная там уже с 70-х годов, когда только стали-стали изучать синдром национального выгорания, как явление, международные компании, разные консалтинговые, занимающиеся изучением бизнес-компаний, организаций, они считают убытки от хронического стресса, от выгорания. И, ну, при желании это все можно четко перевести в деньги. То есть, смотрите, вот этот хронический стресс, в котором находится сотрудник, ну или в данном случае мы говорим коллектив, и выгорание, которое проявляется вот в этом отсутствии вовлеченности в рабочий процесс, в подавленном эмоциональном состоянии, а хронический стресс еще может и негативно сказываться на защитных функциях организма. То есть просто человек находится в хронической усталости и более подвержен, в том числе, там, инфекциям, например, заболеваниям, ну, сопротивляемость организму понижена. Все это приводит к тому, что на системном уровне может снижаться продуктивность коллектива, может возрастать количество ошибок в работе. Ну, это связано с тем, что стресс в первую очередь начинает ухудшать когнитивные наши способности, то есть способность концентрации внимания, оперативную нашу память, эмоциональный контроль. Соответственно, ошибок в работе, ну, мы понимаем, что ошибки в сфере медицины могут быть весьма серьезные, и эти ошибки тоже могут возникать в связи с тем, что человек просто начинает терять концентрацию или он недостаточно включен. Возрастает текучесть кадров, потому что люди сами ищут выход из вот этого неприятного состояния, в котором они оказались, да, неудовлетворенности собой, своим рабочим местом, непониманием, что делать дальше, разочарованием в профессии. И, как правило, одним из доступных для них, очевидных для большинства выходов, это сменить работу, а может быть, вообще уйти из медицины, мы об этом чуть позже скажем. Но, естественно, все это и ошибки, и невовлеченности, и отстраненности, конкретно симптомы деперсонализации, будет влиять на пациент-ориентированность, будет возрастать неудовлетворенность ваших пациентов, и тут понятно, что и для коммерческой организации это важно, и для муниципальных, государственных учреждений увеличиваются риски заболеваний, как мы говорим, соответственно, риск невыхода на рабочее место в связи с болезнью, например, или с какими-то другими состояниями. Ну и все это, в конечном счете, если мы опять говорим, холодно, чисто рационально, все это будет влиять на издержки, на затраты организации. По поиску новых сотрудников, по их обучению, по содержанию людей на больничном в том числе. Ну и имеется в виду, что мы же, так говоря, распределяем всю нагрузку на остальных сотрудников. Это тоже дополнительные затраты, которые могут в будущем еще проявиться. У нас возникает масса работы по претензиям, по недовольству пациентов, по устранению ошибок. Да, в принципе, люди меньше, менее активные, менее инициативные, менее продуктивные. Что ведет к росту издержек, и международные агентства вообще какие-то сумасшедшие числа насчитывают. Ну, там до 8 миллиардов, это за 20-й год, 8 миллиардов долларов. Гэлла посчитала, что экономика США потеряла именно на хроническом стрессе выгорания. Там, понятно, был еще связан острый пик эпидемии, пандемии ковида. Это было особо актуально. При желании, ну, вы тоже, как руководитель, можете посчитать эти издержки, если захотите. Ну, и, соответственно, возникает вопрос, так ли это всех касается, точно ли это вот такая распространенная проблема. И, ну, спойлер, да, забегая вперед, да, это распространенная проблема, и это подтверждается не просто там теоретическими измышлениями, хотя, опять, теоретически так и должно быть. Да, медики в зоне риска, сама профессия рискованная с точки зрения стресса и выгорания, поэтому, скорее всего, там будет много людей близких к выгоранию. Но статистические исследования это подтверждают. В том числе вот наше исследование, это причем уже второе исследование, которое мы провели, и во втором исследовании участвовали 5800 человек, медицинских работников абсолютно разных категорий, из медицинских организаций. Приняло участие 80 регионов Российской Федерации, и мы делали это исследование на основе опросника Кристины Маслович для медицинских работников, и свои дополнительные вопросы туда вставляли. Не вдаваясь в подробности, потому что... Мы ранее уже обсуждали, да, и разбирали в прошлых эфирах, какие результаты мы получили, можно в целом это найти и посмотреть. Да, и по новым исследованиям тоже у нас есть озвученные ранее результаты. Ну вот мы сфокусируемся на итогах, на общих данных, что именно профессиональный опросник, это валидированная методика, она международно принятая, больше 55% опрошенных имеют выраженный симптом выгорания. То есть это выше среднего. Это люди еще, конечно, не выгоревшие, вот прям жестко таких вот четко выгоревших, там только 24%, ну только. 24% это много. Но людей, которые уже близятся к выгоранию, их вот больше. Также это подтверждается и субъективной оценкой сотрудников. 53 человек оценили свое эмоциональное напряжение на работе как высокое, выше среднего. 57% считают, что их состояние можно описать как эмоциональное выгорание. Это хорошо коррелирует с результатами профессионального опросника. И еще один такой яркий показатель, это то, что 40% опрошенных думали о смене профессии, то есть именно о уходе из медицины. То, что люди думают об уходе из конкретной организации, ну это нормальная, стандартная на самом деле ситуация, так или иначе там люди об этом думают, но вот 40% думающих о том, чтобы сменить вообще профессию, то есть они выйдут из этой сферы, и вопрос, как это будет восполняться, эта потеря. Ну а если человек думает об уходе, то тут из профессии сложно, из медицины сложно уйти совсем, ну вот на собственном примере я могу об этом судить, но если ты думаешь, что я работаю вот именно здесь, в этой больнице сегодня, если я завтра в другую перейду, симптомов меньше станет, уровень напряжения меньше станет, или это мои какие-то ложные ощущения? Тут нужно смотреть индивидуально именно то, насколько выражено выгорание, но давайте так, понятно, что мы говорим про факторы, например, стресса, и там есть организационные факторы, и в рамках организации мы рассматриваем это как ключевую историю, соответственно, если мы говорим, что сотрудник найдет себе место работы, где организационных факторов стресса будет значительно меньше, есть вероятность, что он изменит свое эмоциональное состояние, ему станет легче. Точно так же мы часто слышим эти истории на наших вебинарах, лекциях и так далее, что люди иногда меняют не то чтобы профессию, но свою роль в профессии или область в этой профессии, например, уходят из палиативной медицины в какие-то другие сферы, категории, где им не приходится сталкиваться с такой некоторой неизбежностью умирания, например, подопечного, где, наоборот, они, например, занимаются реабилитацией, спортивной реабилитацией или еще какой-то реабилитацией, они как раз видят этот процесс выздоровления человека, им это помогает видеть смысл и поддерживать у себя вот это желание помогать людям. Но велика вероятность, что человек уйдет на другую организацию и столкнется с теми же самыми проблемами, особенно если это действительно закрепилось уже у него как в поведении, как привычка. Тут просто так это не решается, если человек уже действительно выгорел. Ну а по поводу поиска профессии, ну, наверное, так, чтобы, знаете, чтобы тоже не было такой расслабленности у руководителей, что, ну, найдем каких-то других. Ну вот, наверное, большие города, Москва и Петербург, действительно относительно легко могут найти себе замену, потому что из региона в том числе прибывают сотрудники. Но и этот запас не бесконечен, и сейчас все-таки в современной экономике все больше и больше возможностей поискать себя в другой сфере. Понятно, что ты будешь, наверное, играть не такую значимо важную социальную роль, как роль медика, медицинского сотрудника, но зато ты, возможно, закроешь свои какие-то другие потребности и удовлетворенности. Ну, есть масса там онлайн-курсов, которые помогают освоить новые профессии, и другие сферы развиваются, и тоже есть запрос на... Но мы сейчас не пропагандируем уход из медицины. Мы не пропагандируем, потому что мы эту проблему изначально-то и поднимаем, как раз потому, что мы видим опасность такого вот этого, не обращение внимания на эту ситуацию, что и так уже есть дефицит кадров, и этот дефицит кадров будет нарастать. И что важно, что молодые сотрудники в возрасте до 30 лет думают о том, что они хотят уйти из медицины. Это, кстати, показывает наше исследование в том числе, поэтому руководителям, наверное, стоит обращать внимание на потенциальных молодых специалистов, которые, в общем-то, станут оплотом в дальнейшем для работы в вашей клинике. Да, это очень важно. Это то, что работать с профилактикой выгорания нужно начинать с специалистом, вот как он пришел, молодым, условно говоря, к вам, со всем юнцом. Вот с ним уже нужно работать и думать о том, как ему не дать выгореть. Потому что, как верно Лена заметила, у молодых сотрудников угора не проявляется даже выше, ну, по крайней мере, по результатам наших двух исследований. Самый интересный фактор, да? Ну да, факторы стресса, причем это не исчерпывающий список, это именно те факторы, которые в разных исследованиях, не только в нашем, а в разных исследованиях, разные сотрудники отмечают как значимые факторы. Их на самом деле больше. Это лишь просто способ вас, знаете, сакцентировать внимание, а чем могут быть недовольны сотрудники. Вот, конечно, лучше всего проводить конкретную диагностику у вас в организации, у вас в коллективе, у вас в отделении, чтобы понять, а что больше всего беспокоит сотрудников. Потому что взяться за все, ну, вряд ли получится, да? Первый шаг – это, конечно, понять самые горячие боли. И с нашим исследованием очень хорошо коррелирует вот эта жалоба на высокую рабочую нагрузку. То есть, чем выше количество рабочих часов сотрудника, и мы говорим про сверхнорму, то есть сверх положенных 40 часов в неделю, и чем меньше времени на отдых, тем больше риск выгорания. И, ну, это прям полностью коррелирует с теорией самой, как вообще развивается выгорание. То есть, людям нужно отдыхать. Чтобы защищаться эффективно от стресса, людям нужен отдых. Это самое главное. И если этого отдыха нет, нет возможности даже отдохнуть, ну, это прямой путь к выгоранию и к более тяжелым состояниям, на самом деле. Это про нечеткость в процессах, это про чрезмерный контроль, это некомфортные условия труда, ну, вот именно в плане обустроенности рабочего места и в том числе места отдыха. Это про несправедливость, непрозрачность награждения, наказания. И вот здесь часто мы слышим от руководителей, что, ну вот, что же, мне их теперь только любить и по голове гладить, и вообще они все хотят зарплату побольше. Но, опять-таки, наше исследование показывает, что именно сам размер заработной платы не очень совпадает с вероятностью выгореть. У нас крайние значения сотрудников, которые зарабатывают менее 10 тысяч, сотрудников, которые зарабатывают более 100 тысяч, у них примерно одинаковый уровень вероятности выгорания, в исследовании показаны, но очень хорошо вот это выгорание связано с чувством несправедливости, то есть чувством того, что мой труд оплачивается несправедливо. То есть мои усилия, я прикладываю гораздо больше труда, чем получаю взамен. И тут тоже опять всем руководителям хочу такой посыл сделать, что не всегда сотрудник исключительно ориентируется вот в этом понимании справедливости обмена исключительно на материальное вознаграждение. Ну, то есть это про еще какую-то отдачу такую моральную? Да, конечно. И в том числе про понимание, а как вообще складывается там мой доход? И соблюдаются ли эти правила, ну, там, строго, грубо говоря, для всех? Ну, все-таки справедливость – это такая субъективная, наверное, оценка каждого человека, да, вот насколько. Но здесь же нужно еще понимать, что его дополнительно мотивирует. Мы об этом, может быть, сегодня тоже… Да, мы про это поговорим, и, ну, еще раз, смотрите, да, это субъективная оценка, но и прозрачность, прозрачность, оно помогает человеку понимать, почему так происходит, и отсюда меньше вопросов к справедливости, если я понимаю, как устроен этот механизм. Токсичное взаимодействие в коллективе, на что жалуется, да, жесткий стиль руководства, и это тоже распространенная история, она нередко тоже имеет такую именно проблему индустрии, проблему профессиональной сферы. В некоторых сферах почему-то есть такая традиционная убежденность, что со всеми нужно жестко там вот прям всех строить. Но нет таких исследований, которые бы показывали, что жесткий стиль руководства как-то повышает эффективность работы. Скорее наоборот, я не буду сейчас, знаете, выступать проповедником там демократических стилей, понятно, что это не всегда реализуемо, но, скажем так, нет какого-то дополнительного преимущества в жестком стиле руководства. Но есть определенная опасность, это, в частности, выгорание сотрудников, недовольство сотрудников, которое еще может быть и скрытым. Ну и вот про деструктивную корпоративную культуру, это про то, как вообще люди друг с другом взаимодействуют, и насколько она в целом токсична, насколько она комфортна, некомфортна для людей. Ну а теперь потихонечку к тому, с чего можно начать. Мы не сможем, естественно, дать какой-то готовый рецепт, потому что есть особенности индивидуальные в каждой организации. Плюс мы до конца не знаем, с кем в аудитории мы сейчас общаемся, то ли это руководитель клиники, то ли это руководитель подразделения, отделения, то ли это руководитель какой-то небольшой бригады. Но важно понять, что независимо от уровня вашей иерархии, независимо от уровня вашей ответственности, вы уже можете начать искать какие-то способы повлиять на свой коллектив и защитить их от выгорания. Ну и для этого можно рассмотреть некоторые подходы. Вот, например, возьмем за основу теорию трудовой мотивации Герцберга. И в данном случае исследователь нам предлагает поразмышлять на том, что во влиянии на сотрудников, на коллектив, можно выделить условно факторы гигиенические. Это факторы, отсутствие которых будет вызывать у человека желание уйти. То есть он не удовлетворен на каких-то базовых уровнях. Если вспомнить опять-таки пирамиду. Замечательного психолога социального Маслова, который пирамиду сам не рисовал, после него нарисовали, но так закрепилось, пускай. То вот это базовые уровни потребности, это прогигиенические факторы. Если они не закрываются, человек будет постоянно думать, и как бы уйти, потому что он элементарных вещей не понимает, не получает. А есть еще мотивирующий фактор. Это то, что тоже важно. В каком смысле? Это то, что придает человеку желание вовлекаться в работу, погружаться, отдаваться ей. Таким образом важно понимать, что если у вас есть мотивирующие факторы, но не закрытые гигиенические факторы, то это не сильная помощь. Ну это как если бы вы голодали, но раз в месяц вас бы кормили очень вкусным каким-то деликатесом, вкусным тортиком, ну а так вот оставшиеся 30 дней вы ничего не едите. Это не сильно вам поможет. Что относится к гигиеническим факторам? Это как раз про оплату труда. И в данном случае опять возвращаемся к этому слайду. Речь именно про запрос на понятность, на прозрачность системы вознаграждения, на ее справедливость. Это про условия труда, это опять про простые вещи. Это, не знаю, про шумоизоляцию, про нужную освещенность, про нужную температуру на рабочем месте в зонах отдыха. То есть тут нет запроса на какие-то сверхблага. Это именно все те требования, которые прописаны в большом счете в трудовом законодательстве. Также важно понимать стратегию и тактику организации, чтобы она была согласована. Это как раз про принципы, про инструкции, про СОПы, про то, чтобы они соответствовали реальной практике, не создавали проблем человеку, не требовали от них невозможного. Но в то же время были, потому что людям нужно от чего-то так, если нужно ориентироваться в каких-то инструкциях. Про стиле руководства мы говорили. Мы говорим про рабочие отношения, что действительно у людей есть запрос на комфортное, продуктивное взаимодействие с коллективом. И это тоже в нашем исследовании показано, что чем больше удовлетворенность у респондента тем, как выстроены отношения в коллективе, тем меньше рисков у него выгореть. Ну и вот еще одна такая важная вещь, которая иногда кажется, что вообще не должна относиться к гигиеническим факторам. Это что-то такое дополнительное, но нет. Чувство уважения, защищенности, отношения к себе как к человеку, как к личности – это гигиенический уровень. Людям это важно. Они это чувствуют, у них есть запрос на это. И важно в своей коммуникации, как руководителя, учитывать это. Людям гораздо будет проще следовать вашим инструкциям, вашим указаниям, если они будут ощущать вот это уважение к ним и отношение к ним по-человечески. Вот про условия труда у меня возник вопрос. Ну вот сейчас очень многие компании какие-то дополнительные вводят бонусы, типа карты лояльности, массажи, еда дополнительная какие-то. Ну вот такие вот приятные мелочи. Вот насколько эти приятные мелочи не просто делают человека лояльным к компании, а реально могут повлиять как фактор на его удовлетворенность своей работой. Не персонально, вот классно, мне обед оплачивают, а вот глобально. Ну вот про вот эти подходы, про специальное, так скажем, воздействие мы еще отдельно поговорим. Но в данном случае все эти плюшки, которые ты описал, Лен, это скорее относится к мотивирующим факторам. То есть если у тебя есть там выделенная кухня и там, я не знаю, начальство беспокоится, чтобы были свежие фрукты каждое утро, например, но ты сидишь в кабинете, где протекает потолок, ты не уверен, что тебе выплатят заработную плату в следующем месяце, то возникает вопрос, а точно ли нужно было тратить деньги на эти фрукты? Может быть, стоило решить там осущенные вопросы, найти, наконец, расходные материалы нужного качества и починить там аппарат УЗИ, который сбоит. То есть здесь про условия труда, это больше про необходимые, базовые потребности, которые удовлетворят тебя для того, чтобы осуществлять свою деятельность, свою работу. Да, здесь именно запрос, если вы как руководитель решите поговорить со своими сотрудниками, то большинство медицинских сотрудников, не знаю, может, руководители в этом занимаются, но они здравые, умные люди, они понимают, что мешает их работе, а что будет им помогать в работе. И здесь именно запрос, в первую очередь, на то, чтобы я мог качественно выполнять свои трудовые обязанности, свою профессиональную роль выполнять, и мне ничего не мешает, а наоборот способствует, например. Это минимум. То есть если я не могу помогать человеку, я хочу ему помогать, но я не могу, потому что у меня чего-то из материалов нет, аппарат сбоит, у меня кабинетов не хватает элементарно или еще чего-то, ну так я буду сам в себе разочаровываться, что как же так, я хотел помогать людям, у меня не получается, и вот он цикл негативного мышления, хронического стресса. Важно думать про мотивирующий фактор, если мы хотим людей поддерживать в этом влеченном состоянии и помогать им справляться, в том числе с профессиональными вызовами, от которых мы никуда не денемся, мы их не защитим от этого, от сложных коммуникаций с пациентом, от потери, в том числе, пациента. Это уже, к сожалению, бывает. И вот мотивирующий фактор – это то, что нам помогает преодолеть естественный стресс в профессиональной среде. Ну и удержать, естественно, как руководитель, вы наверняка заинтересованы, удерживать у себя лучших специалистов, то, конечно, мотивирующие факторы стоит внедрять. Искать возможность сделать работу интересной, для этого, конечно, нужно понимать мотивацию сотрудников, и в том числе этому учиться нужно, чтобы понимать, разбираться в мотивациях. Не забывать выдавать признание людям, в том числе элементарно на словах, но и подумать о том, как еще можно подчеркнуть заслуги того или иного сотрудника или коллектива. Про содержательность работы – это просто про понимание того, зачем мы это делаем, и куда ведут наши ежедневные труды и усилия, в какую большую, например, цель. Поэтому так много внутренним коммуникациям в некоторых отдельных компаниях уделяют. То есть рассказывают сотрудникам, какие цели и миссия какая у компании, как мы можем влиять на достижение этих идей. Участие в управлении для многих является мотивирующим фактором, но в первую очередь в управлении собой и своими процессами. То есть речь не про то, чтобы они решают, куда инвестиции направить, если это коммерческая организация, или какое отделение новое открыть, хотя почему нет, если уровень сотрудника достаточно высокий, он эксперт, почему с ним не проконсультироваться, о том, в каком направлении развивать вашу медицинскую организацию. Мы в своих курсах говорим о трех основных точках приложения ваших усилий. То есть если вот эти все предыдущие факторы попытаться разделить на тематические, скажем так, направления, то можно выделить три таких точки. Может быть, их будет проще тоже запомнить. Это условия труда, про которые мы как раз говорили. И здесь в первую очередь про, конечно, гигиенический уровень, чтобы элементарно все соответствовало нормам и стандартам, которые прописаны в трудовом законодательстве. И в нормах и стандартах они тоже есть. Хотя бы их соблюдать, и это уже будет большой плюс. Если вы понимаете, что вы можете улучшить условия труда, ну, например, сделать отдельную комнату для обеда, для отдыха, и она будет просторна, она будет оборудована, и там будут возможности перекусить, не знаю, побыть в тишине, здорово, классно. В этом направлении тоже можно двигаться. Это корпоративная культура, как раз уровень, прошу прощения, уровень смыслов, уровень отношений, те правила, по которым мы взаимодействуем, те цели, принципы, идеалы, к которым мы стремимся. И многие почему-то тоже руководители уверены, что это зона ответственности самого сотрудника. То есть сам сотрудник должен для себя определить, эту свою мессианскую позицию, свои идеалы и прочее. Да, наверное, если мы говорим про индивидуальную ответственность каждого за свою жизнь, каждый сотрудник сам должен. Но если мы размышляем как руководитель и думаем, а что мы можем сделать с нашей организацией, чтобы она работала еще более эффективно. Приведи пример, что есть корпоративная культура. Я руководитель, и я вот хочу, чтобы у меня была хорошая корпоративная культура. Супер, шикарный вопрос. Начнем с каких-то простых, элементарных вещей, то, как мы друг к другу обращаемся. Обращаемся ли мы друг к другу вежливо, на «вы», может быть, мы дружелюбно на «ты» обращаемся, это тоже окей, но вопрос, что в нашей коммуникации. Взаимное уважение, взаимное доверие, готовность помогать, готовность прийти на выручку. Или у нас отстраненность, возможно, даже некая вражда, может быть, какое-то презрение и пренебрежение личности друг к другу. И эта история, понятно, что уже может иметь какой-то исторический путь, так сложилось, грубо говоря, и в этом особая роль руководителя посмотреть на то, как сложилось, и попытаться на это повлиять. Вот здесь как раз интересная история о том, что корпоративная культура есть руководитель, который ее, может быть, не прямо, мы так можем сказать, но который может ее задавать, задавать темп и расставлять вот эти рамки и границы. Корпоративная культура, конечно, все-таки, в первую очередь ее фундамент это именно сотрудники, то есть масса людей. Но совершенно с тобой согласен, если вы инициируете процесс изменения корпоративной культуры, то руководитель должен стать примером, стать лидером в этом отношении. Он должен сам транслировать те принципы, те цели, те идеалы, которым он призывает, чтобы вы соответствуете этим, но он в первую очередь сам должен демонстрировать, что я тоже этому соответствую. То есть если мы говорим про доверие, то и я доверяю сотрудникам. Если мы говорим про взаимное уважение, то и я выказываю это уважение. Если мы говорим про человекоцентричную корпоративную культуру, где не формальные какие-то вещи у нас ставятся во главу угла, а именно человек, пациент и сотрудник, то есть их забота. Потому что мы можем помочь пациенту, как руководителю, если наши сотрудники хорошо работают. Здесь очень интересная история про мы должны относиться к пациенту хорошо, ну а ты, Вася, иди и относись. Это же тоже про корпоративную культуру. То есть если мы к Васе плохо относимся, то Васе тоже на пациента. Это же тоже про это. Это вот как раз та опасность, которую мы видим в проекте, когда у нас начинает распространяться таким формально и насильно, можно сказать, идея пациент-ориентированной работы в медицинских организациях. Потому что сама эта идея хорошая, но если мы забываем, что вот эту пациент-ориентированность транслируют в сотрудники, ну вот пациент приходит, конечно, ему важно, чтобы там был просторный светлый холл, не знаю, удобный подняться, там пандусы есть или лифт специальный, чтобы человеку с ограниченными возможностями, например, зайти в клинику. Но потом-то он взаимодействует с регистратором конкретным, с медсестрой, с конкретным врачом. И если здесь пациент-ориентированность страдает, то, поверьте, все остальное для пациента уйдет на второй план. И тут мы говорим, а теперь вот, Иван Петрович, любите Ваших пациентов еще больше, пожалуйста. А Иван Петрович на себе эту человеческую любовь со стороны руководства не ощущает, например. И возникает вопрос, а как это вообще, как я должен это делать? Я и так стараюсь, как могу, меня вообще не ценят, не уважают, мне еще больше нужно прикладывать каких-то усилий. Вот если мы хотим, чтобы сотрудники относились к пациентам как к людям с уважением и заботой, абсолютно разумно, чтобы сотрудник на себе ощущал тоже это уважение и заботу, это человеческое отношение. И тут важно опять помнить, что мы не можем научить пациентов, знаете, вот всех пациентов взять и научить их уважительно относиться к медицинским сотрудникам. К сожалению. Ну, почему к сожалению? Ну, вот так получается. Во-первых, не в наших ресурсах и силах. Во-вторых, пациент приходит иногда в таких состояниях, когда он не может рационально оценить свое поведение. А вы, как руководитель-то, можете оценить то влияние, которое вы оказываете на своих сотрудников? И посмотреть, а там действительно, вот я отношусь к ним как к своему коллективу, как к своим, там, не знаю, бойцам, своим соратникам, с уважением и почетом, независимо от уровня должности. Или там я тоже транслирую какие-то не очень логичные, как сейчас принято говорить, идеи. То есть вот первые эти два пункта, это на самом деле база. Вот я бы тоже корпоративную культуру воспринимал как важнейшую часть удовлетворенности сотрудников. То есть с этим стоит работать. Иногда все-таки медицина строго относится к всяким стандартам и нормам, условия труда, может быть, и не западают в некоторых местах, но вот иногда корпоративная культура как бы она выпадает, вываливается, что забывают про человеческое, про отношения. Помните про это. Но есть еще третий пункт, о нем мы сегодня как раз уже так чуть-чуть затронули его, это про меры поддержки благополучия сотрудников. Это, скажем так, как раз дополнительные какие-то меры, которые можно отнести к мотивационным факторам. Эти меры как раз целенаправленно мы выстреливаем в профилактику выгорания. То есть если первые два пункта важны в принципе, они будут влиять на эффективность вашей организации вне мысли о выгорании, и они с выгоранием будут помогать. То третье, это больше именно про выгорание, про заботу о людях. Есть такой термин, это уже устоявшийся термин, вилбинг, благополучие, благосостояние, по-разному можно перевести на русский великий и могучий. Но благополучие сотрудников, пожалуй, это то, что описывают. Про что это? Существует тоже принятый подход, что благополучие сотрудников формируется из пяти факторов. Вы их можете видеть на слайде. Во многих компаниях не в сфере медицины приняты вот эти стратеги, вилбинг, и компания думает о том, как помочь сотрудникам. То есть, кажется, может казаться, что это не связано напрямую с рабочими обязанностями, с рабочими процессами. Да, может быть и так. Но как раз здесь руководители думают о том, как я могу помочь своим сотрудникам справляться с ежедневным стрессом. А это значит, сохранить их продуктивность на самом деле. То есть, это уже прямая связь с рабочими процессами, результатами работы. Как я могу их удержать в своей организации? Опять, это то, что нам помогает и продуктивность поддерживать, потому что мы ценные кадры сохраняем и снижаем затраты, потому что у нас не уходят сотрудники, нам не нужно искать новых сотрудников. Вот на эти пять пунктов можно обратить внимание. Здесь речь и про профессиональную реализацию, про обучение, про возможность повышать свою экспертность, ее демонстрировать, свою экспертность. Это про физическое состояние, это про заботу о том, насколько здоровая среда у нас для самих людей, для их здоровья физического, насколько они активно двигаются, насколько им комфортно, насколько у них высокая нагрузка физическая какая-то, несбалансированно, негармонично идет на ноги, например, на руки или еще как-то. Даем ли им возможность делать зарядку, не знаю, как-то размяться в течение рабочего дня. Это про социальную значимость, это про запрос сотрудников на участие в каких-то дополнительных социально значимых активностях, благотворительных акциях, в какой-то активности, на уровне муниципалитета, района и так далее. Это тоже многих греет. Это финансовая стабильность. Удивительно, что вот это включено, и у нас в нашей практике не очень принято про это думать, наверное, в российской практике. Но это тоже важная история. Мы порой не можем, например, взять и людям повысить зарплату. Ну вот, понятно, ресурсы ограничены. Но иногда сотрудникам полезно узнать, а как они могут за счет оптимизации собственных расходов, за счет того, как они пользуются финансовыми инструментами разными, они могут сократить свои издержки либо там в том числе начать формировать какую-то финансовую подушку, тем самым повышая их чувство безопасности. Ну а это чувство безопасности будет неизбежно влиять их на общее эмоциональное состояние. Это тоже про какую-то финансовую грамотность? Да, это про финансовую... На самом таком базовом простом уровне это про финансовую грамотность, про то, что объяснить людям, как там не брать вредные кредиты, ну там дорогие кредиты, как вообще разбираться в этой истории, как не попасться на какие-то обманы, какие-то махинации, и какие есть инструменты, которые вам могут помочь, там, сохранить деньги либо там приобрести какие-то дорогостоящие покупки, но вот с меньшими потерями. Понятно, что это все именно дополнительный фактор. Это не то, что вот... Это то, что нужно делать в первую очередь. Это вещи, на которые можно обратить внимание, если вы хотите максимально реализовать потенциал своих сотрудников. И есть такой пункт, на котором мы больше сосредоточимся, потому что он к выгоранию, пожалуй, имеет большее отношение. Это психологическое здоровье. То есть в эту пятерку факторов, направлений, точнее, программ благополучия сотрудников он тоже включен. И иногда возникает мысль, ну там, глядя вот на такие графики, у некоторых руководителей, что это все очень дорого и это все очень сложно. И да, конечно, при желании это все можно сделать дорого и все сложно. Но это не является необходимостью. То есть никто не заставляет сразу же делать все, как, не знаю, в международных корпорациях с большими бюджетами. Не нужно этого. Иногда достаточно каких-то простых вещей. Вот если мы говорим про поддержку психологического здоровья, на слайде выведены некоторые пункты, это тоже, простите, что там много всего, может быть, сложно воспринимать, но это на самом деле малая часть того, что можно сделать. Если посмотреть на эти пункты, то их можно, некоторые из них можно решить, буквально не вкладывая дополнительных каких-то средств. Вот даже если вы руководитель, не знаю, там, начальник смены, начальник небольшого коллектива, небольшого отделения, небольшой бригады, вот у вас, казалось бы, у вас нет особых ресурсов, вы не влияете на бюджет компании, на бюджет организации, но вы уже можете начать думать, а что я могу сделать такого, чтобы поддержать психологическое здоровье коллектива, поддержать у вас психологическую стабильность. Ну, понятно, психоэмоциональную разгрузку кабинета вы вряд ли организуете, но помочь сотрудникам, например, организовать время свое, и когда у них есть возможность перерыва, действительно им помочь организовать свой перерыв, в том числе, может быть, иногда проявив некую строгость, требуя от людей, чтобы они отдыхали наконец-то, а не чем-то еще занимались, это вполне возможно. Да, конечно, сложно организовать кабинет индивидуального психологической помощи, не дарить штат психолог-консультанта, это скорее, да, уже запрос к высшему руководству, но помочь сотрудникам найти бесплатные сервисы, оказывающие психологическую поддержку, это точно можно. У нас в рамках проекта есть коллеги, которые помогают и оказывают бесплатно три психологической консультации. Таких организаций, если поискать, тоже много. То есть это требует вашего времени и желания, но не дополнительных денег. Найти методические материалы, которые помогают человеку выстроить систему самопомощи, это тоже нам всем доступно. Подключайтесь к нам в телеграм-канал «Астоп в горанье», у нас уже там накоплен большой список материалов, можно оттуда их качать, свободно брать, распространять между своими сотрудниками, у себя в коллективе. Группа психологической поддержки это действительно такая специальная работа, ее нужно организовывать, требуют средств. Но вы друг для друга тоже можете стать такой группой в каком смысле, если вы освоите элементы психологической помощи, первой психологической помощи. И мы про это, у нас в телеграм-канале тоже есть информация, но и в интернете этого много. У Всемирной организации здравоохранения есть специальные методички в свободном доступе. Там простые навыки на самом деле. Нужно в первую очередь просто дать человеку выговориться, его послушать и отнестись к нему опять как бы просто по-человечески. Психологическое просвещение, то есть как раз рассказывать про проблемы психоэмоциональные, про то же выгорание, про то, как от него можно защититься. Вы можете сами это делать, вы можете включить элементарно какую-то лекцию, какое-то выступление, людям, организовать им этот досуг. Тут главное их не заставлять, не давить, не создавать им еще больше стресс, а именно показывать ценности этого. Тренинги, курсы наверняка потребуют какой-то дополнительных финансов, а вот организовать какую-то интерактивную активность в своем коллективе, например, строить неделю или месяц психоэмоционального здоровья, и в течение недели или месяца вы все вместе практикуете какие-то упражнения, которые помогают регулировать стресс, практикуете какие-то чтения какой-то литературы, какой-то информации, которая помогает укрепить развитие стрессоустойчивости. Это все вполне в ваших силах. Ну и, конечно, если вы сами руководитель, то сами руководители занимаете должность руководящую, то было бы неплохо, если вы обучились навыкам эмпатии, навыкам психологической поддержки. Тоже тут не обязательно станет со психологом, они зачастую простые, и это можно освоить. Ну или своих подчиненных руководителей, если вы занимаете высокое положение в организации, тоже дать им возможность такие курсы пройти, либо предоставить методический материал, чтобы они на местах уже могли оказывать эту самую психологическую поддержку. В общем, вариантов на самом деле много. Главное, чтобы было желание и вот эта инициатива. Ну вот, подводя итоги сегодняшнего твоего выступления, у меня возник один вопрос, кто главный по тарелочкам, кто за выгорание этого организации отвечает, кто должен первым увидеть и понять, что, ну вот, в колокольчик позвонить, что вот у нас есть проблемы. Это сам руководитель, это коллектив, кто этот человек? Отличный вопрос, на который нету вот такого простого ответа, потому что неправильно было бы сказать, что должна быть отдельная какая-то должность, отвечающая за выгорание. То есть, в разных организациях это по-разному выстроено. В больших, крупных организациях, где есть HR-служба, служба, отвечающая за человеческие ресурсы, то есть, не просто кадровое дело производства, а вот люди, которые отвечают за работу с сотрудниками, то чаще всего, конечно, HR-ы берут на себя эту функцию. Они инициируют диагностику исследования выгорания, они инициируют какие-то мероприятия, они доносят до руководства ценность профилактики выгорания, но ситуации бывают разные. И я вас, в первую очередь, призываю, если вы руководитель, то здесь проявлять лидерскую позицию. Вы, как руководитель отвечаете за результативность работы вашего подразделения, вашего коллектива. Маленького, большого, вы отвечаете за результаты. Выгорание и психоэмоциональное состояние сотрудников влияет на эти результаты. Соответственно, это вы, в первую очередь, должны быть заинтересованы в том, чтобы устранить все факторы, которые мешают вашим сотрудникам делать свою работу хорошо, качественно и делать ее, например, еще лучше, еще больше, больше, чем вы от них требуете, например. Это про то, чтобы вы, как лидер взяли на себя эту ответственность и сами инициировали какие-то изменения либо на своем уровне, либо попытались донести ценность до уровней вышестоящих. Вот я руководитель организации и вижу, что моему сотруднику какому-то одному ну вот прям что-то не то. Я должна раз, два, три, четыре, пять факторов сочести понять, человек к выгоранию идет. Или по одному какому-то фактору сразу должно быть понятно. На что вниманием не обратить, чтобы дальше помочь, ну как бы в моменте помочь поговорить возможно с ним. На что обратить внимание в первую очередь? Ну в первую очередь нужно обратить внимание на результат нашего исследования, где 55% опрошенных оказались уже в серьезной степени выгорания. Это значит, что знаете, с вероятностью 50% кто-то из ваших сотрудников близится к выгоранию или бы уже выгорел. Так что можно не ждать каких-то специальных сигналов, а уже начать задумываться о профилактике. Дальше. Мы говорим про поведенческие какие-то особенности, паттерны. Например, и тут важно именно про отслеживать изменения. То есть, если человек раньше был вовлечен, он старался помочь пациенту насколько это возможно, он вовлекался в их состояние, и вдруг это изменилось. Ну не вдруг, но это стало изменяться, вы это видите. Снижается продуктивность, инициативность, вовлеченность в проблемы пациентов, профессиональному саморазвитию, например. Ну вот это может быть подсказкой. То есть, грубо говоря, если увидели, что человек прикладывает массу усилий, и тут вдруг что-то поменялось, это повод хотя бы с человеком поговорить. Ну тут уже про управленческие истории, потому что может быть дело не в выгорании, а в каких-то сложностях у него там в жизни личной или там в работе. Но поговорить в любом случае полезно, чтобы понять эту причину. Повышенная конфликтность, постоянный уставший вид у сотрудника, все это тоже может быть неким признаком. Но, конечно, надежнее все-таки это профессиональные опросники, профессиональная диагностика. Ведите себе как в практику и объясните коллективу ценность этого, проводить регулярно некоторый мониторинг, чтобы люди отвечали на опросник Кристины Масловича, он в интернете в доступе есть, он именно адаптирован к медицинским сотрудникам в переводе Водопьяновой, нашего отечественного исследователя, этой темы. И вот, пожалуйста, дайте людям понять, что это забота о них. Пусть эти будут опросы анонимные, не нужно там выискивать тех самых выгоревших и с ними что-то там такое как-то строжиться над ними, чтобы они перестали выгорать. А ну не выгорай, вот это не работает. Лучше просто снимать некий пласт, смотреть на картину и понимать, что да, мы сейчас там в зоне риска, и нужно больше усилий прикладывать по тому, как снять этот стресс. Вот какие-то сиюминутные действия руководитель может ли предпринять? Например, вижу я, что моему сотруднику плохо, вот он устал, вот какая-то моя реакция, например, а не сходить ли вам завтра один денечек и не отдохнуть? Вот возьмите этот один день и просто побудьте дома. Вот насколько его это может спасти вот сегодня, да, вот профилактировать его состояние и возможность отдохнуть, возможно, действительно, ему сейчас необходимо? Ну, нередко выгорание, вот этот хронический стресс, который является причиной, он складывается из мелких деталей, из мелких ситуаций, которые накапливаются и эффективно не решаются. Можно сказать, что вот такое разовое действие может человеку в какой-то степени помочь, это такой еще дополнительный фактор антивыгорания, профилактики, да, но если источники стресса системные, то такое одно действие, оно не даст результата глобального. Это хорошо, что вы обратили внимание на человека, вы проявили заботу о нем, предложили ему отдохнуть, это само по себе хорошо, это то, что будет человека мотивировать, давать ему ощущение значимости и важности, но там дальше нужно смотреть, а это, что это такое, это разовый, такой просто был период, ну, например, вспышка какой-то инфекции, у людей действительно большая нагрузка вот в какой-то период, и действительно им нужно просто дополнительно отдохнуть. Или же это постоянная системная история, связанная с хроническими причинами стресса и факторами организационными, факторами коммуникационными, корпоративной культуры. Тогда стоит говорить, вот говорить это то, что мы можем сделать здесь сейчас, отнестись к людям с вниманием и с ними разговаривать. И причем это базовая функция руководителя, то есть смотрите это именно как на прокачку своих управленческих компетенций. говорить с людьми нужно, понимать, чем они живут нужно, понимать, чем у них боли нужно. И это же то, что мы сиюминутно можем сделать, чтобы начать двигаться в сторону профилактики и защиты от выгорания. Спасибо, Антон. Давайте посмотрим вопросы. Почему мы должны соглашаться с ВОЗ, что эмоциональное выгорание только профессиональное, если же те же самые триггеры работают и в семье, и в остальной жизни? МКБ-11 до нас пока не дошла. Я вижу имя. Татьяна. Татьяна, вы не должны соглашаться с ВОЗ. Слово должен неуместно. Вы не должны. Если вы понимаете, что триггеры в семье, триггеры в других взаимодействиях сказываются на вас или на ваших сотрудниках негативно, прекрасно, здорово, вы видите картину более объемно, более системно, и это можете учитывать и заботиться об этом. Просто, когда мы говорим о выгорании и о других психологических явлениях, тут очень легко размыть явление и его границы и занимается всем подряд и получается ничем. На данный момент разные психологи, классные эксперты, например, говорят про выгорание, родительское выгорание, потому что взаимодействие с ребенком на самом деле для матери, например, которая в декрете, это очень похоже на рабочий процесс. И все те факторы выгорания, которые есть у профессионала, они также есть и у матери, которая сидит с ребенком. Интересное сравнение. Да, оно правда есть. Но мы, когда говорим про проблему выгорания именно в профессиональной среде, нам все-таки хотелось бы как можно четче определить этот термин и его границы. Поэтому мы, мы, мы в проекте соглашаемся с ВОЗом. Но при этом мы об этом говорим же тоже в наших эфирах, так, что все-таки человеческая психика это не поделенная на сектора такая история. Это целостное полотно, целостно взаимосвязанный процесс психический и другие впечатления, другие стрессы тоже влияют. Поэтому здорово учитывайте. Если вы заботитесь о себе, да, помните, что ваши стрессы в семье тоже влияют на ваше выгорание, на работе. Классно, поэтому заботьтесь о себе не только на работе, но и в семье. Если вы руководитель, заботитесь о организации, это абсолютно нормально. Поговорите с человеком о том, что у него происходит в личной жизни и то, что происходит с ним на работе, не связано ли с какими-то проблемами. Не нужно отстраняться от этого. Возможно, вы не решите его проблемы, но вы его выслушаете, вы его поддержите. Это абсолютно здравая мысль. То это очень много значит, когда тебя просто понимают. Добрый день, коллеги. Профессиональное выгорание в медицинской сфере это общемировая проблема. В каких странах, по вашим наблюдениям, профилактика выгорания наиболее эффективна на системном уровне и какое место в этом списке занимает Россия? Слушайте, классный вопрос, и я честно скажу, что именно статистики по поводу рейтинга или по поводу выраженности выгорания по странам, да, особенно конкретно по медицинской сфере. У нас есть статистика по регионам. У нас есть статистика по регионам, но вот в мировом масштабе именно по странам, именно в разрезе медицинской сферы я не встречал. И я думаю, что это связано с тем, что немногие государства заботятся о том, чтобы делать централизованные исследования. То есть вот если вы сейчас начнете гуглить исследования в России по выгоранию, они есть, но, как правило, это какие-то отдельные организации проводят, какие-то волонтерские организации, какие-то профессиональные организации, но они, опять, они локально, они там нацелены на определенную категорию медицинских сотрудников или в определенном регионе. Но если даже делается срез общий, то, ну вот, 5800 у нас респондентов, и это, если не самое большое, то это одно из самых больших. Но представляете, какое у нас количество медицинских сотрудников в России, там просто за прошлый год 2 миллиона, да, то есть, ну, 5800, это, конечно, срез в целом для статистического исследования, это неплохой срез, но это далеко не вся картина. И в этом смысле, конечно, важно централизованное усилие, и в том числе наш проект ставит себе такие задачи донести там до определенных слоев нашего общества эту проблему, чтобы ей занялись системно. Дальше там вопрос был про впечатление, про системность работы с профилактикой. Ну, вот тоже не будем идеализировать какие-то отдельные страны, важно так сформулировать. Системная работа с профилактикой выгорания выстроена там, где в медицине много, грубо говоря, замешано коммерческих, в том числе денег, вот на данный момент. То есть мы понимаем, что если есть страны, где медицина, она в большей степени коммерческая, это я сейчас не выступаю в пользу коммерческой медицины, но я просто про реалии говорю, что там деньги считают гораздо лучше в этих странах. Они четче понимают взаимосвязь удовлетворенности пациента с получаемым доходом. У них это уже традиционно сложилось. И многие методики медицину пришли из бизнеса, там, других сфер. Поэтому там больше считают и поэтому там больше выстроена методика именно профилактики. И, в принципе, этому вниманию уделяется. Это Соединенные Штаты Америки, это европейские страны, но тоже не все, кстати. В Германии, насколько я знаю, есть хороший опыт. В Израиле этому уделяется внимание. Да. И вот если так отдельно посмотреть, то нельзя сказать, что прям какие-то целые регионы сильно заботятся о профилактике выгорания, но отдельные страны этому уделяют внимание. Чем еще это связано? Это еще связано с деньгами, выделяемыми на исследования. Вот в тех странах, где много идет денег на социальные, на психологические исследования, как правило, это проблемы, в том числе психологических проблем, медицинских сотрудников, они ярче подсвечены, ну и в том числе выгорания. И, соответственно, это позволяет более обоснованно запрашивать бюджеты, запрашивать какие-то изменения в законодательстве и так далее. Ну а я еще хочу, еще один фактор подчеркнуть, очень важный, если мы говорим про профилактику выгорания, тут еще важна инициативная позиция самих представителей медицинского сообщества и сотрудников. То есть, если, условно говоря, в некой стране люди, медицинские сестры, готовы в количестве 5000 и большее количество тысяч человек выходить на площади, с транспарантами на улице, с транспарантами и просить улучшения качества своего труда, ну они, как правило, этого и добиваются. Это не вопрос, не призыв там что-то конкретное делать, но это призыв к сознательности, и к пониманию того, что вот эта защита от выгорания и решение проблем в медицинской сфере, это в том числе неизбежно взаимосвязано с инициативностью самих сотрудников. И про общность их действий. Да, и про вот это понимание, что у нас есть общая профессиональная проблема, давайте ее все вместе решать. Потому что то, что в одной организации, например, и такие примеры есть, не будем там, наверное, уже не успеем сегодня рассказывать некоторые кейсы, но можно называть конкретные организации в России в том числе, где работа с выгоранием построена очень хорошо. Там даже не идет вопрос о работе с выгоранием, там идет вопрос о развитии человекоцентричной культуры, культуры ненаказания, вот так вот скажем. Да, это вот как раз про кейс с разбором ошибок, открытой признания того, что я ошибся, я человек, я специалист, и где это происходит в открытой, спокойной атмосфере, не через осуждение и не ради наказания. Да, то есть вот такие примеры корпоративных культур и методов поддержки сотрудников, они есть, но вот то, что это в одной организации сделано, это не решает массовые проблемы, если мы говорим про массовые проблемы. Если вы говорите, вас интересует ваша организация, то, конечно, скажем так, у вас больше ресурсов, ну, в смысле, больше возможностей повлиять на конкретную ситуацию в вашей организации. Но если мы говорим про системную проблему, то нужно и системно прилагать усилия, в том числе, с низовой инициативой. Ну, то есть здесь каждая ваша инициатива будет работать в вашей организации по вашей же инициативе. И не всегда, наверное, одни и те же кейсы в одних и тех же организациях работают знаково хорошо. То есть поэтому мы и говорим, что важно проводить диагностику, чтобы посмотреть именно на рельеф ситуации вот в конкретном месте, то есть на эту картину выгорания, что является там основным фактором. Ну что ж, я так понимаю, вопросов больше нет. Спасибо вам большое за интересные, важные вопросы, на мой взгляд. Антон, тебе спасибо в очередной раз за просветительскую деятельность в нашем проекте. Коллеги, мы призываем вас присоединяться к нам, работать с нами в одном поле. У нас есть сайт, он так и называется, Стоп выгорание. Там можно найти много информации, в том числе информации про наши исследования. Ну, на сегодня, наверное, у нас все. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...